Я думаю, что в жизни у каждого человека есть такие моменты, как так называемые моменты истины, когда ему нужно определиться, как ему быть. Иногда эти моменты бывают очень страшные. Субтитры создавал DimaTorzok Дедушка и бабушка, конечно, не думали о том, что они какой-то подвиг совершают, но они понимали, что риск ужасный. Тем более, что бабушка уже к тому времени ожидала третьего ребенка перед выходом немцев из Киева, и это тоже было страшно. Ты рискуешь двумя старшими детками, одному 15, другому 13, и еще малютка должна родиться. Гермайзе была такая супружеская пара. Николай, по-моему, Григорьевич Гермайзе, он был учителем математики и домовладельцем. А его жена Людмила Борисовна, она не работала, и у них не было детей. И кто-то им подкинул ребеночка. Его назвали Юрочка. Наверное, Юрочка был не еврей, но его по еврейским традициям его обрезали, так же, как и был обрезан Николай. Юра учился, он поступил в мединститут, но тогда, в тот момент, был приказ всем трудоспособным явиться на биржу, потому что угоняли трудоспособного возраста в Германию или пристраивали на каких-то очень тяжелых работах. Он явился на эту биржу и начал говорить с немцем по-немецки, очень хорошо, свободно владел немецким. Его немец задал ему вопрос, откуда он так хорошо знает. Потому что мой отец очень хорошо говорит, он немец. А как фамилия вашего отца? Гермайза. Тут же вызвали отца. И когда их допрашивали, потом их раздели, было видно, что они не немцы. Их тут же избили страшно, избили отца. Он шел. Одна из учениц, которая брала уроки у него и у моего дедушки, он тоже, так как он не работал, он был лишен права работать, права голоса, вообще всего. Он подрабатывал репетиторством иногда. И эта девочка сказала матери, и мать побежала, доложила моим дедушке и бабушке. Бабушка пошла свидетельствовать в гестапо о том, что они не евреи. Но уже было поздно. Это был риск большой. Можете себе представить, известно, что евреи, а она говорит, что не евреи. Как-то Бог миловал. А жену потом уже пришли за женой. Жена ничего не знала. Ей рассказали о том, что схватили отца, мужа и сына. Ну, видимо, их расстреляли. А ее взяли в гестапо. И бабушка тогда пришла свидетельствовать, что она ее знает как не еврейку, что она крещеная. Таким образом ее отпустили. Но так как соседи, которые рядом жили, знали, что он домовладелец, и многие евреи, уходя по Киеву, оставляли у него свои ценные вещи, ну, кто-то из зависти, может быть, кто-то и что, доложили все-таки, донесли. И снова у нее разместили там целую группу немцев, немецкие офицеры, или они солдаты, я уже не знаю, которые вели себя ужасно. Они надевали вещи мужа и сына, бегали обнаженными перед ней, в общем, ели там что-то, какие-то остатки. В общем, издевались морально и физически. А потом ее снова взяли в гестапо, отвели, и больше она оттуда не вернулась. Вот это, если можно сказать спасенную, мой дедушка в этой справке писал, что неизвестно, кому было хуже. Те, кто сразу пошли в Баби-Яр и просто были расстреляны. Или те, которые сидели и ждали своей участи, и много раз их брали, отпускали, а потом в итоге замучили и расстреляли. Семья Миркиных была довольно известна в Киеве. Наум Израильевич Миркин был зубной врач и протезист. Он жил на Саширской улице, у него был свой кабинет. У него было две дочки. Марья Наумовна и Белла Наумовна. Белла Наумовна была замужем за моим дядей, маминым старшим братом. А Марья Наумовна не была замужем. Она была детский врач-педиатр. И она пришла к нам вместе с Беллой. Бабушка сказала, что Белла остается. У нас она не уйдет из квартиры, я ее запираю на ключ. Мама сказала, что Маня, оставайся ты тоже, потому что неизвестно, что будет. Все равно опасность, не опасность, оставайся. А она сказала, что я пойду с отцом. Я не знаю, что. Но у нее было какое-то такое чувство немножко... Наума Израиловича у него не было. Он говорит, что немцы загонят в лагерь или что-то еще. В общем, как-то он так спокойно. А у Мани было такое. Она говорит, что что будет, то будет. Я иду с отцом. Мама ее молила, буквально молила. Маня, останься. Она говорит, что я иду с отцом. Именно потому что, знаете, сам факт. Я иду с отцом, значит, я примерно предполагаю, что может быть что-то. Она прибежала в дом моих дедушки и бабушки. И как свидетель стала моя мама, я еще помню эти рассказы, попросилась к ним в дом. Долго не могли, они всю ночь думали, что делать, как помочь дедушке и бабушке, как помочь этой женщине Изабелиной. Наумовне Миркиной. У этой Изабеллы Наумовны, она была просто обезумевшая, потому что она уже проводила своего отца, известного в то время на Подоле и преуспевающего зубного врача, Миркина, Наума Миркина, свою сестру и свою мачеху. Они все ушли в Бабияр безвозвратно. И тогда Марина Ивановна упросила и ее, чтобы оставить племянницу, а где скрывать? Скрывать негде бы. Племянницу и еще маленькую девочку, десятилетнюю, себя держали. А вот Изабелла Наумовна, она была очень яркой такой семейской внешности, хотя она очень рано посидела, но она и картавила еще к тому же. То есть не узнать в ней еврейку было невозможно. И тогда всю ночь дедушка и бабушка не спали, и они решили, что бабушка предложила, что она отдаст свой паспорт Изабелле Наумовне. А почему паспорт отдать? Ее паспорт во время пожара пострадал. Он обгорел по углам, и когда заливали водой, расплылась печать. Там снять фотографию и приклеить новую ничего не стоило. Приклеили и отдали. И Марина Ивановна договорилась, там была у нее какая-то знакомая крестьянка Марта в селе Злодиевка, теперь это Украинка, и туда отправили Изабеллу Наумовну. А Ирочка оставалась у Марины Ивановны Егорычевой в доме. Ясно, что это долго не могло продолжаться. Тут начались облавы. Пришли к дедушке и бабушке гестаповцы проверка документов. У бабушки нет паспорта. Это ужасно. Нет паспорта, что ее тут же собрались в гестапо. Еле-еле нашли свидетели, которые сказали, что она действительно, да, Глаголева, Татьяна Павловна, сосвидетельствовали, что ее муж, это отец Алексеем, в то время он уже принял священство, как раз уже после начала войны, в октябре рукоположен был. И уговорили, очень грубо с ней обращались, уговорили ничего, не предпринимать никаких репрессий. Но так не могло быть долго. И тогда в доме у моей бабушки, Татьяны Павловны, ее сестры, остановилась чета, вернее, они, это была мать и дочь. И одна из них умерла. Умерла то ли опухоль у нее была, то ли что, в общем, умерла Елена Михайловна Мещанинова. И бабушка, она у меня вообще такая была, государственный ум и очень решительная. Она предложила, чтобы паспорт не сдавали Елене Михайловне. Они взяли этот паспорт, переклеили фотографии Изабеллы Наумовны и переправили туда, в село Злодиевка, этот второй паспорт. А на марту в этот момент донесли в селе Раду. И была облава, и пришли полицаи. А у той Изабеллы Наумовны два паспорта. Один в сумочке, на которой она просто как стояла, так и села. А второй был за пазухой. Новый паспорт. И она показала вот этот новый паспорт. В общем, можно себе представить, что пережила эта женщина в тот момент. Но уже ясно, когда донесли, надо уходить. И она с женщинами, крестьянками, которые шли в Киев, наверное, свои какие-то продукты несли. Вот она с ними пошла в Киев. Долго она шла, очень, они же такие бывалые женщины. А она полная, грузная была. В общем, пришла. И снова, куда она пришла, опять в семью моих дедушки и бабушки. И поселили дедушка и бабушка уже ее с новым паспортом, Елены Михайловны Мещаниновой. Там же, где они жили, под Колокольной Покровской церкви. И она жила два года там. Потом она забрала Ирочку туда. И они с Ирочкой жили до выхода немцев из Киева. Вениамин Абрамович Либерман тоже попросили знакомые. И дедушка выдал ему метрику о том, что он крещён в православии. Откуда это эти метрики и так далее? Это отдельная очень важная история. Почему? Потому что дедушка, как священник, имел от своего отца, отца Александра Глаголева, профессора Духовной Академии, который служил рядом в церкви Николая Доброва на Подоле, он имел церковную печать и бланки, метрические бланки, на которых раньше записывали акты крещения, таинство крещения, акт рождения таким образом засвидетельствовало, венчание, смерти. Вот на этих бланках метрических проводилась регистрация. Но чтобы регистрация была действительно, её заверяли церковной печатью. Эта церковная печать сохранилась у их друзей, дедушки и бабушки. Тоже прихожан церкви отца Александра, церкви Николая Доброго. Такая была семья Крыжановских. Они были врачи. Он был Традий Ричардович Крыжановский. Там у него, видно, кто-то был англичанин в родстве. А его жена, прекрасная, очень красивая женщина, Цицилия Игнатьевна Крыжановская. Она была доктором-энтезиатом. Она была еврейкой. Но крещённые, сознательно крещённые в православии. И вот они сохранили эту печать. Отдали её моему дедушке. И дедушка таким образом некоторым людям, которые не изъявляли сами желания, он просто выдавал метрику о том, что они православные крещения. Но были люди, которые крестились, сознательно крестились и принимали православие. Была такая семья Дмитрий Лукич Пасечник. Он был женат на еврейке Полине Давыдовне Шевелёвой, которая бывала в доме моих дедушки и бабушки. И вот, когда этот пасечник обратился к моему дедушке, отцу Алексею, за помощью надо было спасти его жену и мать его, то есть его тёщу, мать жены. И тогда он крестил, они сами изъявили желание креститься. Почему? Потому что Дмитрий Лукич хотел венчаться со своей женой. А венчаться некрещенным нельзя. Значит, он крестил как мать, уже очень пожилую, Евгения Абрамовна Шевелёву. Она потом стала Евгения Акимовна Шевелёва. И жену Полину Давыдовну, потом она стала Полиной Даниловной Шевелёвой. Это Полина Даниловна. Потом же тут же они венчались, венчал их дедушка мой. И вместо, я ещё помню, такой был факт, пересказывали, вместо обручальных колец у них были из свечи восковой сделаны кольца такие. И моя мама держала над кем-то из них ещё венец. Пришёл Миша Брандурфа, который у меня говорила, который сказал совершенно замечательное. Грязный, ирланный, красноармейской форме. Знаменитой фразой оставшийся на всём. Миша, вы к нам, а куда же ещё? Бабушка его втащила. Он спал у нас на антресолях. А потом его переправили как-то через село во Львовскую область. Каких-то специальных таких различий между национальностями и вероисповеданиями или приверженностью к религии, или к образу мышления не было. Как-то люди жили дружно и не очень обращали внимания, что один принадлежит к католичеству, а другой к ветеранству, а к цетике, к иудаизму. Что этот еврей, а этот русский, всё это обострилось с началом войны. Когда вдруг оказалось, что люди разделены не по даже социальному принципу, а по принципу совершенно бессмысленного национального вероисповедания. То есть кто-то имеет право на существование, а кто-то нет. И вот тогда оказалось, что в людях проявились какие-то коренные заложенные, может быть, ещё генетические качества. Это надо любой ценой защищать, спасать, а не отойти в сторону. Или наоборот, от греха, может быть, отойти и сам целей буду. Это вот проявилось как-то, может быть, более зримо. Но зато я очень хорошо помню в начале войны, как горел Труханов остров, и как горело всё за Днепром, потому что бабушка нас вывела. Это самое начало войны. Ира уже была у нас. Бабушка меня и мою сестру Иру связала пледом двоих и держала, знаете, как держат таких телят, там, я не знаю, щенков двоих, чтобы не потерять в потьмах. Мы были связаны пледом, бабушка держала концы этого пледа, стояли на улице, а кругом всё горело. И нам это, в общем, скорее даже нравилось. Такое мы с Ирой очень смеялись. Достаточно много было страха. Мы когда шли по улице, там, где была Дестинная церковь, там висел фашистский флаг. И весь народ обходил, кто хоть шёл, обходил другой стороной улицы. Никто не ходил по той стороне улицы, где на доме висел флаг. Это я помню. Нам, чтобы пройти в Дестинный переулок, надо было обойти. Мы никогда не шли прямо, а всегда обходили стороной, чтобы, не дай бог, не увидеть. Хотя, собственно, флаг, он просто висел, но его все обходили. Субтитры подогнали Симон. Эти два слова стали жутким, зловещим символом. Бабий Яр – это было совершенно другое понятие. Это было не место в Киеве, а это было место почти, страшно сказать, может быть, освященного жертвами, которые там были принесены бессмысленно. То есть понятие Бабий Яр – это было место всеобщего убийства. Это потом стало. А когда говорили, что идут через Бабий Яр, как сказали бы, ну, идут через Лукьяновку. Субтитры подогнал «Симон»? 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 языков не считая общеевропейский английский французский немецкий это не считая он знал древнееврейский санскрит древнеегипетский 18 различных языков он был крупнейшим толкователем и знатоком толмуда вообще он был гибраист он занимался древнееврейской историей он писал комментарии к библии они есть напечатаны где-то в норвегии в швеции была библия издана и там комментарии дедушкины каким-то глава ветхого завета где сложные какие-то толкования и именно дедушка как-то наверное специально не прививал в семье это были необычайно широкие взгляды по отношению к другим веру исповеданию национальностям хотя казалось бы православный священник он мог придерживаться своей какой-то верой и лилидией но он видел уважал признавал ценю и защищал его ценность человеческой жизни и вот знаменитый его выход против этой толпы этому свидетелю пол подолга был когда дедушка шла знаете как жуткая толпа сюжет и достаточно нагрузившиеся все бей ломай круши там бедное еврейское население белка в руку руки вышел стал все стал на этой улице стоит ничего не доли стоит и толпа остановилась в 905 году я помню мне это рассказывал даже мой дедушка что начались еврейские погромы на лавочке которые были расположены и магазинчики на подо на улицах подола и тогда дедушка всех с хоругвиями с крестом и еще со своим другом священниками михаилом едлинским который был служим в борисоглевской церкви и со всей с прихожанами пошли навстречу этой разъяренной толпе и они остановили убеждали в том что нет никакого смысла крушить и убивать людей ни за что можете себе представить что можно сказать когда необузданные люди разъяренные бегут с топорами с лопатами со всеми все крушить с палками наверное что то есть такое но наверное все таки раньше была какая-то боязнь богобоязнь видя крест видя хоругви видя священника и отца александра очень уважали отца михаила елинского это же люди которые знали они крестили их детей многих венчали отпевали все наверное какие-то слова были найдены раз люди останавливались отец александр глаголев профессор гибраист большой эксперт в области древнееврейской истории и археологии он был последним ректором киевской духовной академии а в советское уже время называлась богословская академия которая была репрессирован в октябре 1937 года и замучен в лукьяновской тюрьме но он тоже будучи совершенно русским человеком православным человеком он волю так вот по милости божия может быть по воле божией выступал неоднократно в защиту евреев всем известна киевлянам в то время дела дэйлиса менделя бейлиса которого приказчика рядового обвинили в том что он с целью ритуальный с ритуальной целью в мацу якобы подмешивал кровь невинного русского ребенка андрея юшкевича на самом деле тогда вот с этим обвинением вообще был в тот период видимо такой поток черносотинного движения и многие известные деятели культуры выступили в защиту этого менделя бейлиса и горький максим и александр блок гиппиус и короленко в общем целая плеяда известных людей однако одно дело выступить в защиту а другое дело надо было какие-то доказательства на суде предоставить и вот тогда пригласили моего прадеда отца александра глаголева выступить в качестве еврей экспертом по еврейской истории и он сказал что нигде ни в одном месте не сказано что для приготовления мацы следует вот такое проводить подмешивание крови с ритуальной целью во многом это послужило тому что бейлиса оправдали а и Играет музыка Михаил Афанасьевич Булгаков в своем замечательном романе «Белая гвардия» уже на первых страницах романа вспоминает Глагуевых. Он пишет, что Алексей пришел к отцу Александру, и отец Александр говорит ему слова утешения. Ведь Булгаков всем своим героям, которые даже очень похожи на прототипов, меняет именно, а вот отец Александр остается своим именем. Отец Александр. Он действительно был человек совершенно необыкновенный. Священник шевельнулся в кресле. Тяжкое, тяжкое время, что говорить, пробормотал он, но унывать-то не следует. Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ляске на пачку книжек, и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена, вышитой цветной закладкой. «Уныние допускать нельзя!» Конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. «Большой грех уныния!» «Хотя кажется мне, что испытания будут еще...» «Как же, как же!» «Большие испытания!» Он говорил все увереннее. «Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу. По специальности, конечно, больше все богословски. Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу и прочитал. Третий ангел вылил чашу в свою реки и источники вод, и сделалась кровь». Михаил Афанасьевич Булгаков, Белая гвардия. Я думаю, что они не побоялись, потому что для них жизнь человека это превыше всего, потому что человеческая жизнь, она не имеет значения, какой национальности человек. Он украинец, русский, француз, поляк или еврей. Какая разница? Если человек невинный, если человек хороший, почему не пойти на его защиту? Были люди, которые этим занимались. Александр Григорьевич Горбовский. Он вообще такой был известный как человек энциклопедического ума. Он работал, он был научным сотрудником в Институте физиологии растений, но в годы войны он выполнял роль управдома, домов, церковных домов, которые были на улице Покровской и прилежащих улиц. А бабушка там как бы паспортисткой была. Поэтому он подавал списки людей, которые немцам должен был, обязан был подавать, которые должны были быть отправлены и угнаны в Германию. И так как таких людей было немало, они скрывали этих людей у себя вот там вот под церковью, под Покровской церковью. Там много, много скрывалось людей. Субтитры создавал DimaTorzok Дедушка мой был чистым сердцем. Он был очень интеллигентный, очень спокойный. А бабушка рисковата. Но она была такой решительной, что вот именно эта решительность помогала создать им такой симбиоз людей, готовых на все ради близких. Люди, которые, конечно, не думали, что они совершают подвиг. И уж, конечно, они не рассчитывали, что им присвоят статус праведника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok